Ежегодно в начале сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата появилась в российском календаре 12 лет назад. Именно столько времени прошло со дня страшной трагедии, когда боевики захватили одну из городских школ в Беслане. Тогда в результате теракта погибло более 300 человек. В память жертв Беслана и всех тех, кто погиб от действий террористов, в начале профилактического урока – минута молчания. День солидарности в Беслане. Наряду с молодыми людьми являются и девушки. Мы, сотрудники правоохранительных органов, хотели бы вас оградить от таких пагубных влияний некоторых людей, которые желают расколоть наше общество. Экстремизм – приверженность к ранним взглядам и мерам, которые террористы пытаются навязать молодым людям. Так под их влияние попали двое несовершеннолетних парней, проживающих в Первомайском районе. Именно те дети, которые состояли на учете в Первомайском районе, совершили данное преступление посредством социальных сетей. Каждый родитель должен понимать, что по ту сторону сети, с кем общается ваш ребенок, а мы зачастую не знаем, с кем общаются наши дети в социальных сетях, это, скорее всего, взрослый человек, который специально обучен этому, для того, чтобы затянуть вашего ребенка в сети экстремизма. В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма, и для этого есть вполне веские основания. Меня пытались один раз привлечь к этому, но я не согласился, так как понимал, что это очень плохо и могу попасть под уголовную ответственность. У нас, для современного мира, терроризм – это очень большая проблема, которую должны решать не только вышестоящие органы и правительство, но сами мы должны понимать об этой проблеме, и сами дети должны не допускать каких-то действий со своей стороны, которые могут послужить экстремизмом, который дальше приведет уже к терроризму. К слову, в соответствии с законодательством на территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. Иначе это правонарушение влечет за собой административную и уголовную ответственность.